Создание таких моделей начинается с изучения истории вооруженных сил России. Дети смотрят фильмы, читают книги. Ребята подмечают каждую мелочь. Здесь собраны мини-экспонаты, как времен Великой Отечественной войны, например Т-34, Су-122, Ла-5, а также и современные образцы техники, в том числе участвующие в СВО. БТР-80, МСТА-С, БМП, Т-90. Даниил Иванов моделист почти с 10-летним стажем. На конкурсе он занял сразу несколько призовых мест. Это зачастую занимает по-разному. Покраска и сборка может занимать от недели до двух, многих месяц. Собирается оно из готовых пластиковых деталей. В коробках приходят нам или мы покупаем модели от компании «Звезда». Там литники, инструкция, декали. Это довольно сложно собирать. В этой БМПшке было намного сложно сделать люки открывающимися, потому что неловкое движение, и они будут все заклеены. И открываться, как здесь, они не будут. И чтобы все детали двигались, например, фары, детали люков для аптура. Также ребята рассказали, насколько кропотливо и сложна работа по изготовлению таких моделей. Очень сложно делать. Самое сложное для меня, например, красить людей. Потому что там очень мелкие детали, приходится проработать глаза. Иногда сами приходят идеи, иногда подсказывает руководитель, иногда подсматриваем из интернета или литературы, ну, из книг. Создают юные моделисты и диорамы с изображением участков местности и различными военными эпизодами. При изготовлении, например, такой композиции используется алебастер, различные макеты, эмалевые и акриловые краски. Я изобразил диораму из фильма «На войне, как на войне». Я ее делала где-то два месяца. Сложная была. Ну, иногда человечков собираю. Иногда самолеты. Выставку посетили действующие военнослужащие и ветераны-участники боевых действий. Все были удивлены, насколько техника похожа на настоящие образцы. Руководитель кружка Андрей Лаптев добавляет, что для исторической достоверности они обращаются даже в музеи. Делают и свои открытия. Вчера приходил один из выпускников кружка, сейчас заканчивает техникум. Они с братом взяли книжку, которую нам тут давал военкомат. Они отыскали следы прадеда по документам, который в 41-м году призывался из Муромского района. И то, о чем у них в деревне рассказывали, это нашли уже документально. То есть, вот уже до такой степени. А так вот делали модель танка Колобанова Зиновьева Григорьевича. Есть такой персонаж в игре World of Tanks. Как оказалось, персонаж вполне реальный. Уроженец Муромского уезда Владимирской губернии. В одном бою подбил 22 немецких танка. Ну, тоже. Копали, поднимали подробности. Есть тут один товарищ, мама его спрашивала, говорит, что сделал с парнем, который читал по слогам, вдруг приходит домой, открывает интернет и начинает читать техническое описание самолета. По итогам всероссийской выставки конкурса ребята завоевали сразу 10 призовых мест. Воспитанников кружка историко-технического стендового моделизма наградили медалями и дипломами. В числе лучших Даниил Иванов, Вадим Внуков и Анна Карпова. Вадим Уколов, Артём Корнилов. Наши новости.